Здравствуйте, с вами канал Виктор Сергеенко, Барнаул. У меня два канала на ютубе, вкусный огород и Виктор Сергеенко. И, наверное, как каждый интернет-пользователь, частенько мы встречаемся с разными, ну я не знаю, и мошенниками, и какими-то странными людьми, которые пишут непонятные комментарии, и не знаешь, как к ним относиться. И вот однажды я получил вот такой вот комментарий, который меня немного озадачил. Вот написал один зритель канала Дмитрий Александрович, он предварительно некоторое время со мной общался, там писал комментарии, что вроде бы он тоже имеет интерес к огородным делам и так далее. Как-то я уже его немного даже начал запоминать. И вот в этот раз пришло вот такое сообщение. Ну, я, наверное, зачитаю, может, кому-то не очень хорошо видно, очень коротко. Прошу прощения за беспокойство, возможно, есть человек, который сможет мне помочь. Любые доказательства предоставлю в личные сообщения. Вкратце, потерял работу, обманули на деньги, пытаюсь добраться до дома, сам в Хабаровском крае, нужно в Санкт-Петербурге. Если, возможно, найдется человек, который сможет мне помочь хотя бы немного, буду невероятно благодарен. Никогда не обходил чужие проблемы стороной. В итоге сам оказался в такой ситуации. На всякий случай оставлю реквизиты и так далее. Стоимость самого дешевого билета 8,5 до Москвы, плацкарт. Далее до Санкт-Петербурга на другом поезде. Прямой рейс Хабаровск. Только самолет это еще дороже. Я никакой не бот, как считают некоторые, и никакой не разводила. Перед вами я честен. Если кто-то по-настоящему мне готов помочь, добраться до дома, в долгу не останусь. Любые доказательства готов предоставить. Геолокацию, прописку, счет Сбербанка, видеозвонок. Уже не первую неделю пытаюсь уехать. Помогите, пожалуйста. Крик души. Написано действительно с чувством. Я прочитал, и как-то даже сразу какое-то сочувствие у меня появилось действительно. Ну, в интернете, сами понимаете, нужно внимательно ко всему относиться. И я попытался порассуждать. Тут некоторые вещи сразу мне как-то, ну я не знаю, насторожили, не насторожили. Но во всяком случае непонятно. Вот насчет доказательств он пишет. Геолокация, прописка, счет Сбербанка, видеозвонок. Это значит, что у него, видимо, есть соответствующий телефон, смартфон и так далее. И все это работает, это все как бы имеется. Ну, не знаю, в крайнем случае, я не знаю, если ему нужно 8,5 тысяч, можно смартфон, я бы, например, продал бы, купил билет, а потом бы приехал, купил бы новый себе. Ну, или как-то решил бы этот вопрос. Ну, как-то вот он это не делает. Ну, я не знаю, может быть, у него нет такой возможности и так дальше. Далее, начал рассуждать. Вот он пишет, что билет стоит столько-то, и он собирается ехать на поезде. И сразу это подразумевает то, что у него есть паспорт. Есть паспорт. Без паспорта на поезд не сядешь. Ну, я не знаю, во всяком случае, мне такие варианты неизвестны. Как можно без паспорта, и тем более он говорит про билет, а не про какой-то неофициальный путь до Москвы. И вот без паспорта не попасть. И значит, у него паспорт есть. Раз есть у него паспорт, тогда вообще непонятно. Имея на руках паспорт, сейчас в наше время никаких проблем нет. Идешь, на каждом углу попадаются, ну, самые разные микрофинансовые организации. Конечно, туда обращаться лишний раз не стоит, но уж если такая критическая ситуация, действительно, там, может, проценты большие и все такое. Но имея паспорт, можно тут же взять небольшой кредит, небольшой кредит, чтобы на дорогу хватило, и немножечко какой-то резерв, чтобы был добраться до места, потом сразу все это погасить. Пусть с процентами, но это все равно не бешеные деньги. Все равно это можно очень легко решить. И как-то все это очень странно. Тоже мне это было непонятно. И вот об этом я подумал и вступил с ним в переписку. Написал ему, в общем-то, по поводу того, а паспорт у него есть или что-то. Как-то начал попытаться нюансы какие-то выяснять. И он сразу раз и перестал со мной общаться. Ну, что тут я могу сказать? Сказать, что он мошенник, тоже как-то мне язык не поворачивается. А вдруг у человека действительно такая тяжелая ситуация. Если что-то еще, тоже не знаю. И вот как-то общение у нас на этом закончилось. И я остался в полном недоумении. Ну, как бы то ни было, деньги все-таки я никакие перечислять ему не стал. Вот такие вот бывают ситуации в интернете. Есть откровенные мошенники, очень часто попадаются. Но бывают вот такие случаи, которые, ну, заставляют призадуматься. И даже сейчас у меня некоторые сомнения есть. Насчет того, что вдруг у него действительно вот такая, на самом деле, тяжелая ситуация. Трудно судить со стороны. Всякое бывает у людей. Вот такие бывают моменты. Интересно, конечно, узнать и ваше мнение. Всем всего самого доброго. До свидания.